Издательство Freedom представляет. Рэйчел Джонас, Ники Торн. Не его золотая девушка. Читает Алена Пятибратова. Глава первая. Блу. Этому нет конца. Оскорбление, ненависть, сочащаяся отовсюду. Хуже всего то, что охоту объявили не только за мной. Озлобленные подростки из саутсайдской школы, как парни, так и девчонки, сделали мишень и Скарлетт. У меня даже не хватило смелости самой ей позвонить. Вместо этого я каждые несколько часов созваниваюсь с Джулс, дабы убедиться, что со Скар все в порядке. Отчет один и тот же. Она в норме и больше всего на свете беспокоится обо мне. В попытке отвлечься от телефона, я зарываюсь лицом в подушку. Стыд, мой новый лучший друг, сворачивается рядом со мной калачиком, не давая ни на секунду забыть, что всегда будет рядом, что бы я ни делала. Господи, должно быть, у Скар в мыслях пролетело столько всего, когда она увидела компрометирующее меня видео. Застоков ее с Шейном, я прочитала ей целую лекцию о том, что нужно осторожнее выбирать тех, кого мы к себе подпускаем. Мне стоило последовать своему же гребаному совету. Какая же идиотка. Теперь на меня повесили официальный ярлык шлюхи в Cypress Prep. Нет, я не стала первой победой Уэста, но то, что оказалось заснято на камеру. И все это увидели. Кроме того, я первая, кого столь незамедлительно кинули. Гордость — забавная штука, ведь именно она задета больше всего. Дело даже не в том, что видео обнародовали, а в том, что Уэст нисколько меня не поддерживает. Я одна. Взгляд возвращается к экрану телефона, и я не удивляюсь, когда вижу целый поток новых комментариев, мириады издевок и насмешек. Но ни одна не направлена против Уэста. Только против меня. «Отложи ты уже этот чертов телефон. Ты сведешь себя с ума, Би». Позади меня скрипит другая кровать, а потом раздается нервное фырканье. Свидетельство того, что Рейки разочарован. Однако я не поворачиваюсь, чтобы увидеть его суровый взгляд. Хотя чувствую его. Так Рейки смотрел на меня последние два часа, пока я изливала на него потоки дерьма из социальных сетей. Осознаю ли я, насколько это вредно для здоровья? Конечно, но отвернуться не могу. Не каждый же день человеку выпадает шанс посмотреть, что мир думает о нем в режиме реального времени. Не каждый день кому-то удается прочитать нефильтрованные мысли и мнения сверстников, выложенные на удобную интернет-платформу. Консенсус достигнут, и все кристально ясно. Они думают, что я шлюха и идиотка, раз позволила подобному случиться. Очевидно, секс с парнем, который выгоняет тебя через несколько секунд после того, как все закончилось, не очень-то помогает репутации. Унизительно, даже близко не стоит с тем, что я чувствую. Нет, это нечто гораздо большее. Мне больно. Я в ярости. Испытываю отвращение к самой себе. Пережить эту ночь мне помогли лишь фантазии о том, каким именно способом я буду убивать Уэста Голдена. Выбор пал на некие хирургические операции на его половых органах. После сеанса пыток я бы оставила Уэста истекать кровью в полном одиночестве в темной комнате. Остаток жизни он провел бы, сожалея о том, что когда-то перешел мне дорогу. Телефон гудит. Сообщение от Джулс. Я читаю его, а потом смахиваю с экрана. Она хочет, чтобы я позвонила, но я не могу. Пока нет. По какой-то причине, единственный человек, которого я сейчас могу выносить, пусть он и буравит меня взглядом, это Рикки. Он не из тех, кто судит, и это напоминает мне о том, что я ему такой любезности в последнее время не оказывала. Он приехал без единого вопроса, забрал меня и просидел со мной в этом убогом номере мотеля больше суток, не зная, что бы я без него делала. «То, что сделал Уэст, отстой, но тебе не нужно прятаться от меня», — гласит следующее сообщение Джулс. «Помнишь, как я засосалась с тем парнем на вечеринке у Мари, а потом узнала, что он вроде как мой двоюродный брат? Если я прижила такое, то ты точно пройдешь через это дерьмо, Би-Джей. Поверь мне». Ненавижу, что она заставляет меня улыбнуться. Как будто я этого не заслужила. Словно все, чем я сейчас должна заниматься, это корить себя за полнейшую глупость. До этого момента я прекрасно себя чувствовала, утопая в жалости к себе. «Справлюсь», — обещаю ей я. «Мне просто нужна минутка, чтобы голову проветрить». «Справедливо. Но позвони мне, как только почувствуешь себя в состоянии». «Конечно». Кровать Рики снова скрипит, и я, закрывая переписку, поворачиваясь к нему лицом. Он сложил руки за головой и смотрит в потолок. Его движение челюстью приводит меня к мысли, что он злится. С тех самых пор, как приехал за мной. Он вмешался, чтобы спасти меня от перешептываний, тыканье пальцем, смеха за спиной. Однако от меня не ускользнуло, что просмотр этого видео на него повлиял несколько иначе, чем на остальных. Когда-то давно я принадлежала ему. Вот почему я знаю, что он яростный защитник. Однажды он сломал нос парню за то, что тот из-под тяжка лапал меня на вечеринке. У Рики взрывной темперамент, такой, какой редко встретишь. Я готова поспорить, что всю дорогу до стадиона он был красным как рак. Возможно, отчасти потому, что было задето его самолюбие. Я была с кем-то другим. Но дело не только в этом. Рике не плевать. А еще он знает, что мне больно. На этот раз все намного хуже. Раздается звонок его телефона, и Рики впивается взглядом в экран. За сегодняшний вечер проклятый мобильник звонил раз пятьдесят. Мне даже угадывать не нужно, кто ему названивает. Прости, что выдернула тебя. Пол, наверное, разозлился, что ты ушел. Тихо говорю я. Я вижу его силуэт, очерченный бледным, флуоресцентным светом, льющимся из фонаря за окном комнаты. Все в порядке. Я просто кое-что не доделал, и теперь он меня достает. Дел было не в проворот. Ох уж эти его дела. Знаю я, какие это дела. У меня от них сердце замирает. Он стал чаще бывать на улицах, выполняя приказы своего дядюшки, подвергая себя риску. Я поняла это, когда Рике снял футболку, прежде чем пойти принять душ прошлой ночью. За пояс джинсов был засунут пистолет, а на спине красовалась новая татуха. Череп, сжимающий в зубах окровавленную розу. Благодаря цветам и оригинальному эскизу, рисунок показался мне одновременно и красивым, и трагичным. Над ним виднелись слова, которые я уже слышала раньше. «Хустисия эн ла вида, хустисия эн ла муэрте». Справедливость в жизни, справедливость в смерти. Принцип, которого придерживаются те, кто замешан в бизнесе семьи Пола. Больно видеть эти слова навеки запечатленными на коже Рике. С тех пор, как мы расстались, он еще глубже завяз во всем этом дерьме. Ему будет намного труднее выбраться, если для членов семьи это вообще возможно. Я решаю не говорить о его дяде, ведь это непременно приведет к ссоре. У меня нет на это сил. Поэтому я просто лежу неподвижно и тихо, пытаясь убедить себя в том, что кошмар, в котором я живу, нереален. «Майк — незаядлый алкоголик. Мама не сбежала и не забыла о нас со Скарлетт. Хантер не в тюрьме. Рике не пошел по плохой дорожке. А я только что не запутала свою жизнь еще больше. Когда же я проснусь? Когда закончится этот дурной сон?» «Этого не случится». Я поражаюсь, когда Рике произносит эти три слова, как бы отвечая на невысказанный вопрос. Затем я понимаю, что он разговаривает по телефону. «Я и с первого раза понял. Говорил же, не о чем переживать». Прежде чем я успеваю уловить суть разговора, он заканчивается. «Снова пол?» — спрашиваю. Раздается долгий вздох, а затем Рике отвечает. «Кто же еще?» На секунду меня охватывает чувство вины. В конце концов, Рике бросил все, чтобы быть здесь со мной. Но потом я вспоминаю, от чего я его оторвала, и мне больше не так совестно. По крайней мере, пока он здесь, я знаю, что он в безопасности. Молчание между нами затягивается, но дискомфорта не вызывает. Хотя мне все же любопытно, что писали в интернете, пока я не была приклеена к телефону в последние несколько минут. И как раз перед тем, как я сдалась и потянулась проверить, «Мы не поговорили об этом», — произносит Рике. «Требуется всего секунды, чтобы понять. Он имеет в виду видео и все, что за ним последовало. Говорить особо не о чем. Я пошла против своего внутреннего чувства. Потеряла бдительность. Теперь вот расплачиваюсь за это. Просто и ясно», — отвечаю я. Я вижу, как он без всякого выражения рассматривает текстурную штукатурку на потолке. «В прошлый раз, когда это всплыло, ты сказала, что у вас с ним ничего нет. Полагаю, ты передумала?» Решительно, но вовсе не осуждающе, — говорит он. «Какого-то четкого способа объяснить это не существует, но я точно знаю одно. Я облажалась. По-крупному. Нужно было быть умнее, догадаться. Так что я отвечаю, руководствуясь этими умозаключениями». Уэст стал ошибкой, которая с самого первого дня ждала своего часа. Теперь мне ясно, от чего Вселенная пыталась меня защитить, но я была глупа и не послушалась. «Ты не глупа». Все рано или поздно вляпываются в какое-то дерьмо, а потом жалеют. Я на сто процентов согласна с этим утверждением. Только вот я совершила слишком много ошибок, которых запросто можно было бы избежать, если бы не моя наследственная импульсивность. Спасибо, мам. Знаешь, не могу перестать думать о том, как позволило ему проникнуть себе в голову, признаюсь я. После всего, что он сделал, я всё равно впустила его. Уже тот факт, что я просто произношу эти слова, разжигает внутри меня дикий огонь. Впрочем, наружу он пока не вырывается. Мне удаётся справиться с собой. Я выступала в роли словесной боксёрской груши для Уэста в течение нескольких месяцев. Придерживала язык, поскольку боялась последствий, с которыми столкнусь, если перейду черту. Затем я каким-то образом позволила золотому мальчику убедить меня, что он обычный человек. Я даже поверила, что в груди этого любителя доминировать бьётся настоящее ранимое сердце. Какая же я тупица. Я хочу, чтобы он страдал, так, как страдаю я. Мне становится не по себе от звука собственного голоса. Не знаю, откуда взялась эта жестокость. Будто все скрытые эмоции, наконец, воплотились в слова. Я чувствую, как взгляд в Рике снова останавливается на мне. И тяжело дышу. «Ты же не серьёзно?» Говорит он в ответ. «А чёрту с два. Я ещё как серьёзно. Он заслужил. А я никогда и не говорил, что он этого не заслужил». Быстро парирует Рике. «Ты знаешь, в этом я с тобой согласен. Просто говорю, что месть — это скользкая дорожка. Поверь мне». Раньше я бы согласилась, но не теперь. Я ещё никогда не чувствовала себя такой униженной, такой грязной. И это работа Веста. На глаза снова наворачиваются слёзы. Но мне надоело плакать. Слезами горе не поможешь. Однако я не могу остановиться. Рике встаёт, и я провожаю его взглядом, пока он обходит мою кровать с другой стороны. Затем матрас скрипит и прогибается под его весом. Тепло его тела так знакомо. Я прикрываю глаза. Это тепло прогоняет одиночество. Совсем немного. И так было всегда. «Ты лучше него. Лучше большинства из нас», — настаивает Рике. «Такое грязное дерьмо, как месть, больше в моём стиле». Я смеюсь над шуткой и сильнее прижимаюсь к нему. Его рука обхватывает меня за талью. «Никогда не поздно научиться новым трюкам», — говорю я в ответ. «Нет, ты хорошая. Не позволяй ошибке одного придурка тебя изменить». Он замолкает, и я снова чувствую тяжесть его взгляда. То есть ошибки двух придурков. Я знаю, он говорит о себе. О том, как его образ жизни в конечном итоге привёл к нашему разрыву. Не задумываясь, кладу руку поверх его руки, лежащей на моём животе. «Ты всегда знаешь, что сказать. Как так?» Рике тихо усмехается, и его дыхание шевелит пряди моих волос на шее, а потом по спине пробегает холодок. «Просто говорю правду», — заключает Рике. «Быть может, только с его точки зрения эти слова правдивы. Ведь я никогда не считала себя хорошей. В основном потому, что вышла не то чтобы из отличной семьи. Яблоко от яблони и всё такое». «Поспи немного», — тихо произносит он, вынимая телефон из моих пальцев. Рике протягивает руку к прикроватной тумбочке, и меня на мгновение накрывает его вес. Всё в этом парне вызывает во мне приступ ностальгии. Его запах, прикосновения. Когда-то нам было хорошо вместе, и я не могу заставить себя забыть об этом, пусть и стараюсь. Он снова устраивается позади меня, и я чувствую то, чего мне уже давно не хватало. С тех пор, как ушла мама. С тех пор, как забрали Хантера. Покой. И я скучаю по этому ощущению. «Спи», — повторяет Рике, а потом зевает. Я поднимаю голову, позволяя его руке заменить мне подушку. И уже чувствую, как расслабляюсь. Наверное, я нуждалась в этом. Нуждалась в нём. «Спасибо, что пришёл», — выдыхаю я. Немногие пошли бы на такое ради меня. Нежный поцелуй в плечо предшествует словам, признанию, о котором я бы догадалась, даже если бы он никогда не произнёс его вслух. Я всегда буду приходить к тебе. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...